Чтобы объяснить, что со мной произошло, мне придется изрядно напрячь голову и вернуться назад. Чего мне никак не удавалось. Все рухнуло в один момент. Я оказался в каком-то параллельном городе Норбург. Тени прошлого маячили за спиной, оставляя мутные воспоминания того, что же все-таки случилось на самом деле. Я проснулся в холодном поту, а голова раскалывалась как в тисках. Я снимал номер в дешевом мотеле. И не теряя времени, я отправился искать ответы в этом мрачном и холодном, как сердце дьявола, городе. Снег валил с такой силой, что казалось, будто сами облака готовы упасть на землю. Читать заголовки было неисприятно. Во всех только и было напечатано об очередной пропаже или кровавом убийстве. Завывания вьюги вторили полицейским сиреном. Когда ты в незнакомом городе, а полиция пристально косится взглядом, то ничего кроме стона ты не услышишь. С каждой минутой мне не становилось лучше. Я был тощ, как скелет. Нужно было найти какое-то топливо для буранов в моей голове. Снег все сыпал и сыпал, как конфетти на празднике дьявола. Я зашел в круглосуточную забегаловку и взял кофе. Эта черная маслянистая жидкость хоть немного, но приводила в чувство. Я постоянно чувствовал чьё-то дыхание за своей спиной. Внезапно меня осенило, что я – это не я. Тогда кто? Тот, кто постоянно присутствовал рядом и следил за каждым моим шагом. Зазвонил телефон. Я набрался смелости и снял трубку. Бармен очень глядящий как тём. Одном делу признать только у дунов. Он поет как сумасшедший. Было плохо слышно. Кто-то дурачился и нес всякую чушь. Я был частью какой-то сложной и запутанной игры. Это был лабиринт, созданный моим военником. Лабиринт с бесконечным временем. Я спустился, оставив снаружи тьму и холод. В метро было ничуть не лучше. В лицо мне сразу ударил холодный воздух, пахнущий рельсами и техническими маслами. Станция пустовала, но где-то там, в бесконечном чёрном туннеле, слышался гул приближающегося поезда. Двери вагона захлопнулись и поезд тронулся. Следующая остановка станция геологическая. Зрелище было неисприятных. Бледные лампы и выцепившие стены. Вместо встречных романов неудачников с усталыми глазами. Остановите его! Остановите его! Ты не спешишь! Мы найдём тебя! Тебе некуда бежать! За мной охотились врачи из психиатрической больницы. Они твердили, что я сбежавший душевно больной. Я бежал. И снова растворившись в ночи, я пытаюсь понять, что со мной происходит. И эти врачи из псих больницы, словно весь город охотился за мной. Внезапно зазвонил телефон автомата. Это мог быть очередной наркоман в поиске дозы, но как оказалось это был кто-то более серьёзный. Приходи в дендропарк. Меня осенило, что голос звонившего, как две капли воды, походил на мой. Город снаружи бушевал, как раздерённый зверь. Ледяной ветер вбивался в моё лицо лезвием бритвы и щипал кисти рук. А под ногами было белое и твёрдое одеяло. Но арбур изменялся до неузнаваемости. Мёртвый лес антенн и каменных труб с дымоходами на крышах всё смешалось. Ночь стонала от холода. Уличные фонари нервно перемигивались. Хлопья снега, попадая в их свет, становились на мгновение мертвенно бледными, а затем снова уносились во тьму. Я провёл немало времени, скитаясь по улицам этого заснеженного города, в котором вершатся тёмные тела. Наконец я добрался до парка, пейзаж которого был красив до тошноты и напоминал картину из фантастического романа. Как вдруг, краем глаза, я уловил тень за своей спиной. Мне вкололи большую дозу какого-то препарата. всё, что я успел увидеть – это размытые силуэты, превратившиеся в пар и исчезнувшие в никуда. Земля под ногами превратилась в облако зелёной крови. Я упал. Когда ты закрываешь глаза, смотришь в себя, в темноту. Тени обступили меня. Их искорёженные мёртвые силуэты сгорали от нетерпения убить меня. Все мои действия были разбиты на неподвижные картинки с надписями и репликами в нарисованных облачках. Ты собираешь мозаику, а уложив последний кусочек картона, узнаёшь в картине себя, собирающего ту же мозаику. Я был персонажем комиксов. Забавно, уже некуда. Хотя это только всё в моей голове. Прошлое не отступает, и ты всюду видишь его отражение, как в перемотанном назад кино. Зелёный кошмар медленно рассеивался, оставляя внутри меня тёмные пятна. Чрезвычайное положение в связи с метеоусловиями остаётся в силе. Град, сопровождаемый обильным снегопадом, продолжается. Многие дороги уже перекрыты, жителям рекомендуется оставаться дома. Метель свирепствует уже третий день, и конца ей пока не предвидится. Я очнулся на том же самом месте в луже собственной рвоты. Прошло достаточно много времени, прежде чем я поднялся на ноги. Перед потерей сознания я успел разглядеть. Это были фальшивые врачи из психиатрической больницы, которые накачали меня наркотиками. Твердили, что я сбежавший душевно больной, что во всех убийствах и преступлениях, совершённых в этом городе, виноват был я. Их спугнул вой приближающихся сирен. Он становился всё громче и громче. Повернуться и уйти – это было бы самым мудрым решением. Я был не настолько мудр. У меня было параноидальное желание разузнать всё, раз и навсегда избавиться от самого себя, от своего двойника. Наконец, угнав очередной припаркованный автомобиль, я сразу стал искать круглосуточную аптеку. Мне нужно было что-то более серьёзное. Мне нельзя было спать. Но организм настаивал на своём. Поездка окончательно вымотала меня. Я уже потерял счёт дыхания, которое открывалось одно за другим. Здесь, под пронизывающим ночным ветром, мне осталось только зайти, выйти и за дело. Спешить было некуда, я потратил немало времени на обдумывание всего этого. Сентоморфиль – выпить и добраться до психиатрической больницы, чтобы раз и навсегда покончить с этим. Око за око – вот главный принцип мести. Старый как мир и всё ещё действующий. Сон был всё время один и тот же. Тени мечущиеся в темноте, безумный смех врачей и чей-то плач. Фармацевт оказался из той же клаки фальшивых врачей и подсунул мне то же самое, что мне вкололи в парке. Я очнулся в психиатрической больнице. В воздухе висел приторно-сладкий противный запах, пахнущий ладаном и вызывающим тошноту. Я чувствовал себя немногим лучше скрипучего стула, на котором сидел. Это не было похоже на больничную палату. Судя по всему, это была камера для психов-одиночек. Ты диагноз – параноидальная шизофрения. Ты не в своём уме. Ты в голове. Тебе нужно есть облетки, чтобы вылечиться. У тебя в мозгу опухи. Она сворит тебя сумма. Но вынуждены действовать решительно. В комнате висело старое покрытое тонким слоем пыли зеркало, из которого выглядывал мой двойник и пристально улыбался. В стихотворении «Кто-то снова носил моё лицо» писал «И я в зеркальном зале, построенный лжецами, лишь бледное подобие себя. Мой двойник превратил меня в убийцу. Я стал им, городским психом, психом-убийцей, за которым охотился весь город. А может быть, всегда был им? Добро пожаловать на следующий интервал.